В России устраняют последствия крупнейшего за десятилетия разлива дизельного топлива. Площадь загрязнения под Норильском составила 180 тысяч квадратных метров. Концентрация вредных веществ превышена в десятки тысяч раз. По данным Фонда дикой природы, последствия аварии угрожают здоровью и жизни местного населения и могут привести к гибели животных. По оценке Минприроды, на восстановление экосистемы уйдет не меньше 10 лет. Напомню, на аварию, которая произошла неделю назад, власти отреагировали только два дня спустя, когда о разливе нефтепродуктов начали писать в соцсетях. Тем продолжит Мария Михоношина. Вот набираю. Вот такая жижа. Сейчас попробуем ее поджечь. Вот горит. Вот как сейчас выглядит вода в реке Амбарной в Норильске из-за разлива нефтепродуктов. Масляная жидкость попала в воду в результате разгерметизации аварийного резервуара ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании. Она входит в холдинг «Норильский никель». Инцидент произошел еще 29 мая. В этот день на ТЭЦ-3 случился пожар после того, как в хранилище с дизельным топливом врезался автомобиль. Горит ГСМ, база ГСМ. Говорит, взорвалась машина, прорвалась соляра, теперь все это полыхает. Глава МЧС Евгений Зиничев накануне сказал президенту Путину, что в министерстве узнали об аварии спустя двое суток. Однако уже сегодня появилась информация, что в МЧС об утечке знали с самого начала. Но предприятие обещало решить проблему самостоятельно. Безуспешно. К 1 июня в землю и воду вытекло как минимум 20 тысяч тонн ГСМ на площади около 180 тысяч квадратных метров. Нефтепродукты из реки Амбарной попали в озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Владимир Путин накануне объявил режим ЧС федерального значения. Губернатор Красноярского края на совещании с президентом страны сообщил, Но устранение понадобится не меньше двух недель. Сама река является несудоходной, и поэтому основной вариант утилизации собранных нефтепродуктов, предлагаемый, это сжигание соответствующих емкостей. Я полагаю, что опыта сжигания такого объема топлива на территории Красноярского края у нас нет. Поэтому прогнозировать, что это пройдет успешно и в рамках 14 дней, я, к сожалению, не могу. Однако против сжигания выступила глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Под Норильском и так большие проблемы с загрязнением воздуха. Сжигание, как таковое, мы не рассматриваем вообще. На сегодняшний момент компания поставлена в известность. Она наше решение понимает, и это решение, насколько я понимаю, принято. Только сбор, только транспортировка и последующая утилизация под полным контролем. По факту разлива нефтепродуктов проверку начали сразу несколько ведомств. Генпрокуратура, Росприроднадзор, Росрыболовство и МЧС России. Возбуждены уголовные дела по статьям порчи земли, загрязнения вод и нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ. Сегодня стало известно об аресте до 31 июля начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. Он пока отказался давать показания. Мария Михоношина для Настоящего Времени. Ситуация в Норильске – это крупнейшая катастрофа последних десятилетий, так считает руководитель проектов по климату и энергетике российского Гринпис Василий Яблоков. Он предполагает, что арктическая природа может и не восстановиться. Пятно нефтепродуктов движется по реке, по озеру в сторону океана и, соответственно, загрязняет все на своем пути. Кроме того, там хрупкая арктическая природа, которая может вообще и не восстановиться после такого воздействия. Момент уже упущен или нет еще? Если бы операция началась в первые часы, конечно же, удалось бы локализовать загрязнение и меньше бы топлива пролилось бы в реке. Ну, власти в первую очередь, конечно, говорят об экономическом ущербе. А что касается экологии, какой ущерб причинен ей? Дизельное топливо является токсичным веществом, которое оказывает общетоксическое воздействие на живые организмы, на рыб, на птиц, на животных, которые пьют эту воду, на прибрежную растительность. Это все приводит к их отравлению, к гибели в итоге. Вы сказали, что очистка будет происходить довольно долго. Есть какие-то подсчеты примерно, сколько вообще это времени может занять и что необходимо делать? Ну, вот официальные власти говорят, что должно хватить двух недель, но даже среди них есть некоторые сомнения по этому поводу. Аналогичные аварии требовали нескольких лет для полной ликвидации последствий. Безусловно, после такой первичной очистки потребуется дальнейший этап рекультивации. То есть необходимо будет собирать вот эти донные отложения в реке, которые были загрязнены дизельным топливом, и убирать прибрежный грунт, который также был загрязнен. Сейчас там большая вода, идет баловодье, соответственно, большой разлив в реке, и загрязнено не только русло, но и поймы тоже. Соответственно, необходимо будет очистить огромные большие площади.